Привет, ребята! Меня зовут Мария Сафина. Вы находитесь на моем блоге «Здоровая жизнь и удовольствие», где мы с вами разговариваем исключительно о курогрудке, о грудцах и жиме соточки. И сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, которая, кстати, в жиме соточки имеет непосредственное отношение. Количество углеводов в нашем рационе. Итак, поехали! Главным образом за счет количества углеводов можно варьировать калорийность своего питания. То есть, допустим, если вы хотите набрать мышечную массу, то в первую очередь вы, конечно же, увеличиваете и количество белка, и количество углеводов. Если вы хотите погудеть, то, соответственно, вы уменьшаете количество углеводов, и при этом с помощью моей таблички, которая была у меня уже в предыдущих роликах, смотрите, какое количество белка вам необходимо, и, соответственно, ориентируйтесь на эту норму белка. То есть, углеводы – это такой важный нутриент, с помощью которого мы можем достигать своих главных целей, которые мы ставим в фитнесе, спорте, здоровом образе жизни и так далее. Ну, преимущественно, это, конечно, делается с помощью углеводов, хотя другие нутриенты тоже в помощь. Конечно же, количество углеводов в рационе напрямую зависит от вашей физической активности. Если вы работаете в офисе, и у вас нет физической активности, кроме того, чтобы дойти до своего автомобиля, допустим, немного погуляться по офису, какие-то небольшие прогулки присутствуют в вашей жизни, то количество углеводов у вас будет несравненно меньше, чем у человека, который, допустим, занимается даже 2-3 раза в неделю, а если говорить о человеке, который интенсивно тренируется, допустим, 4-5 раз в неделю, а если мы говорим еще о спортсмене, то, соответственно, у них будет все больше и больше количества углеводов. Хотя это тоже зависит от той цели, которая стоит перед человеком. Если человек набирает мышечную массу, соответственно, углеводов будет больше. Если человек на дефиците калорий, то углеводов будет меньше. И, ребят, даже если вы не успеваете схуднуть к лету, я вам не рекомендую ни за что, ни за что доводить углеводы до нуля. Это прям вообще нельзя, это вот так вот. И доводить углеводы в вашем питании ниже 100-150 грамм в сутки. Почему? Давайте посмотрим, какие же важные функции углеводы выполняют для человека. Углеводы в организме человека содержатся в качестве полисахарита, гликогена, который запасается примерно 300-400 грамм в нашем организме, в печени и в мышцах. Соответственно, когда мы опускаем количество углеводов, у нас в рационе запасы гликогена у нас расходуются. И мы хотим кушать. У нас увеличивается в крови количество гормона грелина и уменьшается количество гормона насыщения лептина. То есть, если, ребят, мы очень долгое время находимся на низкокалорийной диете, плюс мы делаем себе достаточно низкое количество углеводов, потом у нас просто-напросто может случиться жор. Поэтому, если вы хотите похудеть, все делайте очень-очень постепенно и находитесь в рамках своей калорийности, которая не опускается за ваш базовый метаболизм. То есть, то количество энергии, которое вам необходимо в сутки для обеспечения различных жизненно важных процессов вашего организма, таких как дыхание, кровотворение, нервная деятельность, нервные системы и другое. Если вы уменьшаете очень сильно количество углеводов в вашем рационе, то, соответственно, у вас снижается сразу работоспособность. Наверное, если вы занимаетесь в зале, вы замечали, что как только вы начинаете худеть, вот вы набрали-набрали, вы начинаете худеть, немножечко вы уменьшили качество углеводов, пока вы изменений не замечаете. Но примерно через неделю, у некоторых больше, зависит от того, какой вы дефицит себе сделаете первоначальный, вы замечаете, что у вас начинает падать рабочие веса. Соответственно, у вас падает работоспособность, и в обычной жизни наш организм начинает экономить энергию на различных бытовых вещах, на различных бытовых действиях. Допустим, неохота прогуляться, когда вы обычно в это время гуляете. Неохота там встать с кровати, куда-то пойти. Хочется просто полежать после тренировки, отдохнуть, хотя обычно после тренировки вы восстанавливаетесь, там лежите, может быть, отдыхаете полчаса и идете куда-то погулять. То есть вы можете заметить, что вам лень. А это, ребята, не лень, их просто ваш организм экономит энергию, чтобы расходовать ее на другие жизненно важные процессы, которые обязательно должны идти в вашем организме. То есть организм ставит какие-то жизненно важные процессы в приоритет. Ну, конечно же, это деятельность мозга, деятельность нервной системы, кровотворение. Дыхание и деятельность сердечно-сосудистой системы и так далее. Маленькое количество углеводов в рационе, оно часто сопровождается и различными психологическими расстройствами, нервными срывами, агрессией, нервозностью. То есть как будто чего-то не хватает, человеку грустно. Ну, конечно же, ему не хватает углеводов в рационе. Поэтому, ребята, все делаем плавно. Углеводы – это наше все. Углеводы обязательно человеку нужны. И следите за тем, чтобы у вас в рационе даже на дефиците калорий было комфортное для вас количество углеводов. То есть делайте комфортный для себя дефицит калорий. Не надо бросаться во все тяжкие и делать себе дефицит 1000 ккал, если вы никогда не делали себе дефицит. Если вы никогда не сидели на гипокалорийной диете, сделайте чуть-чуть, посмотрите, как ваш организм откликается. Посмотрите, как у вас распределяются приемы пищи. Потому что даже если при маленьком дефиците приемы пищи распределены неправильно по суткам. Допустим, у вас два приема пищи – один с утра и один вечером. Вы точно почувствуете голод в середине дня. То есть распределение приема пищи при этом тоже очень-очень-очень важно. Я не могу прямо сейчас дать такую рекомендацию по количеству углеводов, которые необходимы для того, чтобы, допустим, набрать мышечную массу, чтобы снизить свой вес, чтобы оставаться в той же самой массе, которая у вас сейчас есть. Потому что все мы индивидуальны и у каждого из нас своя физическая активность. Соответственно, те же самые цифры, знакомые вам, процентовка 20-30-50, ВЖУ, да, белков 20, жиров 30 и 50 углеводов, они подойдут далеко не всем. Опять же, какой-то мифический человек. Потому что человек в офисе и человек, который занимается 2-3 раза в неделю – это люди с совершенно разной физической нагрузкой. Одному из них может подойти 20-30-50, а другому нет. Но, как я всегда говорю, что у меня у клиентов ни одного нет такого соотношения 20-30-50. У всех вот такое соотношение, допустим, 21-32 и там, что получилось по углеводам, я уже сейчас считать не буду. То есть углеводов может быть и 60% в рационе, а может быть и 45% в рационе, а может быть, допустим, еще больше, если человек, профессиональный спортсмен, если он готовится к марафону и к каким-то соревнованиям, и у него день углеводной загрузки. То есть все зависит от вас, от вашей физической активности. Однако, некоторые такие среднестатистические данные есть, я вам сейчас их дам. Вы можете просто примерно на вскидку с помощью дневника питания посчитать, сколько у вас граммов углеводов в рационе и выкладывать, если вы примерно в ту норму при вашей физической активности. Итак, средняя потребность углеводов для людей, которые не занимаются спортом или занимаются физической активностью 1-2 раза в неделю, нерегулярно для себя и физическая активность не носит интенсивного характера. Какая она может быть? Допустим, то же самое плавание для себя. Вы несколько раз проплыли в бассейн, просто в неспешном темпе, при этом вы отдыхаете, вы расслабляетесь. Та же самая йога, когда вы не устаете и, как так сказать, наполняетесь энергией, да, вот такие вот занятия, после которых вы не чувствуете себя уставшими. Итак, это 3-5 грамм углеводов на килограмм вашего веса в сутки. Для людей, которые занимаются от 3 до 5 раз в неделю, тренировка достаточно интенсивная, но они менее 90 минут. Здесь рекомендуется 5-7 грамм углеводов на килограмм веса в сутки. Также очень зависит от физической нагрузки. Это силовая физическая нагрузка или это аэробные упражнения и так далее. И для людей, которые занимаются интенсивными физическими нагрузками, от 5 тренировок в неделю, может быть 2 тренировки в день, это от 7 до 10 и более грамм на килограмм массы тела углеводов. Как я говорила, количество углеводов может доходить до 15 грамм на килограмм. То есть здесь 11 грамм на килограмм может быть больше, когда человек готовится к соревнованиям, когда он уже, так сказать, на предстартовой позиции, у него углеводная загрузка, завтра марафон. Нужно загрузиться, загрузить свое гликогеновое депо, чтобы добежать до конца дистанции. Ребята, еще хотела обратить ваше внимание на такой важный вопрос. Очень часто люди переоценивают свою физическую активность и в тренажерном зале, и в других видах фитнеса, физической активности, и считают себе достаточно большое количество углеводов. То есть смотрите на свою активность, физическую активность трезво. Если вы, как я говорила, да, может быть, занимаетесь пилатесом, занимаетесь просто йогой, которая не требует вот такого сильного статического напряжения. Если вы просто занимаетесь, допустим, в зале, ходите по дорожке с наушничками, такая неспешная прогулочка у вас, это не будет интенсивной тренировкой. Скорее всего, здесь вам подойдет вот именно первый такой вариант, да, который я сказала, это 5-3-5 грамм на килограмм массы тела углеводов. Просто, ребята, я вас сразу предупреждаю, если вы рассчитаете себе большое количество углеводов, вы начнете набирать лишнюю жировую массу. А вам это надо? Нет, вам это не надо. Поэтому смотрите, пожалуйста, трезво на свою физическую нагрузку. А теперь давайте поговорим о дополнительном количестве углеводов во время тренировки. Людям, которые занимаются для себя не интенсивно, тренировка до 90 минут, то есть такая стандартная фитнес-тренировка, дополнительное количество углеводов в течение тренировки не нужно. Если тренировка носит интенсивный характер, если это подготовка к соревнованиям, если это длительный марафон, если это серия стартов, допустим, то, соответственно, здесь уже нужно продумывать дополнительное углеводное питание. Какое это может быть питание? Это могут быть различные соки, могут быть различные затоники То есть также не только питание, которое не только восполняет потребности в углеводах А питание, которое также восполняет потребности в электролитах, которые теряются, допустим, в жаркую погоду, в экстремальных условиях, в жару, через кожу Для соревнований в различных, вот как я сказала, жарких экстремальных условиях также необходимо продумывать углеводное питание То есть, ребят, большинству из нас, из физкультурников, которые занимаются для себя, специально какое-то сладкое, сладкие напитки, какое-то сладкое питание брать с собой на тренировку не нужно. А теперь давайте поговорим о количестве углеводов до и после тренировки. Как я уже говорила, вообще количество углеводов в день зависит от вашей физической активности. Я вам сейчас дам просто средние, такие среднестатические рекомендации. Давайте возьмем стандартную тренировку в тренажерном зале. За 3-4 часа до тренировки рекомендуется включить в свое питание сложный углевод. Но это та же самая гречневая крупа, бурый рис, может быть, это кино, может быть, это булгур и так далее. То есть, какая-то крупа аль денте, либо макаронные изделия аль денте. Можно запеченный картофель здесь выбрать, который в запеченном виде также является сложным углеводом. Он дает достаточно длительную сытку. Углеводы перед тренировкой, они способствуют сохранению энергии в нашем организме, накоплению гликогена. Соответственно, на тренировке у вас будут силы и способности выполнить те задуманные упражнения, ту задуманную программу, которая перед вами стоит. Плюс для поддержания аминокислотного фона рекомендуется добавить белок. Конечно, лучше всего животный белок, он поусвояемый, но если вы вегетарианец, вполне подойдет, конечно же, и растительный белок. Просто нужно иметь в виду, что он немножко медленнее усваивается и в меньшей степени. То есть, его потребуется немного больше объема. Итак, прием сложных углеводов за 3-4 часа до тренировки даст вам силы на то, чтобы эту тренировку провести. Если у вас до тренировки остается мало времени, ну, допустим, минут 45-30-45, что здесь можно скушать, какой углевод? Можно, допустим, взять какой-то очень легко усвояемый белок, допустим, в жидкой форме. Может быть, это будет йогурт, вот самый, на мой взгляд, это самый такой оптимальный вариант. Это может быть йогурт, это может быть молочный коктейль с фруктами. Соответственно, к йогурту тоже можно добавить как раз вот этот вот простой углевод, можно добавить фрукт. Здесь будет не такая длительная сытость, как после употребления сложного углевода, вот с таким белком, допустим, как, ну, давайте ту же самую куриную грудку возьмем. Если, допустим, та же самая куриная грудка с гречкой насытит примерно 3-4 часа, то йогурт с сухофруктами насытит примерно на 45 минут то, что нам и надо, чтобы подойти к тренировке в том комфортном состоянии, в котором вы хотите подходить к тренировке, чтобы вам не было тяжело, чтобы вам не было тяжело выполнять упражнения. А теперь давайте поговорим об углеводах после тренировки. Смотрите, в принципе, углеводы после тренировки можно не употреблять, то есть вы можете употребить белок плюс клетчатка. Если вам необходимо употреблять белок, допустим, вы на наборе мышечной массы или у вас так рассчитаны приемы пищи, что после тренировки вы тоже употребляете сложный углевод, то рекомендуется включать, конечно же, в свое питание сложный углевод, он также даст пролонгированные насыщения и плюс тот же самый белок, который насытит вас и придаст вам силы после тренировки. Ребят, совершенно не обязательно для восполнения углеводных запасов организма бежать сразу же после тренировки в раздевалку, можно доставать бананчик или какой-то фрукт из своего рюкзачка и есть его быстро-быстро-быстро, пока у вас там не закрылось углеводное окно, белковое углеводное окно и так далее. Главное, что вы набираете вот это количество нутриентов, количество углеводов, количество белка в течение суток. Рекомендуемое комфортное время после тренировки для принятия пищи это примерно 2 часа, то есть вы можете спокойно одеться, спокойно доехать домой и в комфортной обстановке уже сделать полноценный прием пищи, сложный углевод плюс белок плюс клетчатка, либо без сложного углевода белок полноценный плюс клетчатка. Допустим, многие люди, которые тренируются вечером, приходят после работы на тренировку, затем едут домой, вот для них как раз оптимальным вариантом, чтобы не было тяжести в желудке, чтобы не увеличивать время засыпания, не порочиться в кровати, будет вариант как раз вот легко усвояемый белок, допустим, это может быть рыба, та же самая курица, но это все по индивидуальным предпочтениям, по индивидуальным особенностям организма. Может быть курица, может быть рыба, очень рекомендую кальмары, потому что мясо достаточно, мясо нежирное, очень хорошо усваиваются те же самые яйца, можно с желтком, желток на ночь можно, ребят, ничего не произойдет, если вы съедите желток на ночь, если он включается в вашу норму по калорийности, вашу норму по насыщенным жирам, если он входит, не входит за пределы этой нормы. Плюс клетчатка, плюс салатик из свежих овощей, либо плюс какие-то, может, запеченные брокколи, запеченная капуста и так далее, то есть плюс какие-то легкие овощи. Здесь ночью будет оптимальный аминокислотный состав крови, то есть вы будете сытыми, и вам хватит этой сытости до утра, чтобы утром проснуться не с тяжестью в желудке, а с желанием полноценно позавтракать. Ребят, углеводы реально набрать без спортивного питания, и если честно, согласитесь, что большинство из вас, когда спортивное питание включает в свой рацион, вы не учитываете его, то есть вы едите батончик, вы его не учитываете, допустим, в счетчике калорий, вы едите печенюшку, вы его не учитываете в счетчике калорий. То же самое касается различных протеинов, БЦА, про гейнеры я не говорю уже, то есть это все калорийные продукты, и их тоже необходимо учитывать. И те нутриенты, которые дают нам эти продукты, они ничем не отличаются от тех белков, жиров, углеводов, аминокислот, на которые расщепляются белки, и моносахаридов, на которые расщепляются углеводы в нашем организме. То есть все нутриенты реально набрать из питания, просто посчитайте свою норму, посмотрите с помощью каких продуктов ваших любимых, которые у вас уже присутствуют в рационе, всегда ориентируйтесь на те продукты, которые у вас уже есть в рационе, стройте всегда на любимых продуктах, затем уже можно добавлять что-то новое. Не убирайте, не заставляйте себя убирать любимые продукты из рациона. Любите вы белый рис, как люблю его я, и не любите, допустим, бурый рис. Вот я не люблю бурый рис, я люблю белый рис, я всегда им белый рис, и мне это не мешает иметь стройную фигуру, иметь кубики пресса и так далее. То есть грамотно спланированный рацион при подключении любимых продуктов, он вам даст тот результат, который вы хотите от вашего образа жизни, от вашего битнеса, вашего тренировка. Еще хотела бы такое важное замечание сказать насчет углеводов, что количество углеводов в рационе – это не железобетонная константа. То есть вы бы посчитали количество углеводов в рационе, да, и вы его всегда придерживаетесь. Нет, в один день, допустим, в день высокоинтенсивной тренировки, можете с утра съесть побольше той же самой овсяной каши, либо сделать достаточно углеводный прием пищи вечером перед тренировкой, либо после тренировки можете побольше углеводов включить в свой рацион. А, допустим, когда у вас отпуск, когда вы едете куда-то там на несколько дней, вы понимаете, что у вас будет физическая активность маленькая, там, обмен веществ у вас будет примерно на уровне базового метаболизма, то есть тренировок у вас не будет. Может быть, вы несколько дней хотите отдохнуть, будете там лежать, смотреть телевизор. Соответственно, вам уже не нужно такое количество углеводов. Вы можете сократить количество углеводов в вашем рационе, и тогда ваше питание будет более оптимально, более подобрано именно под физические потребности вашего организма. Если, допустим, белок и жиры – это достаточно-таки устойчивые константы, то, если говорить об углеводах, это очень-очень такая плавающая величина, и здесь я бы советовала просто, если вы считаете количество нутриентов, ориентироваться на среднюю величину, которую вы набираете углеводов в неделю. То есть один день может быть больше, другой день меньше, третий день примерно – норма. То есть вот такая вот величина, но в целом она должна укладываться в ту норму углеводов, которую вы считали за неделю. Соответственно, если вы едите много углеводов, особенно при партиците килокалорий, вы рискуете набрать лишний вес, заработать ожирение, избыточный вес. За этим идут различные заболевания, такие как инсулинорезистентность, такие как диабет, различные сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Ребят, любите углеводики, обязательно включайте их в свой рацион. Не бойтесь углеводов, особенно бананов, картошки, макарошек. Каких там углеводов вы еще боитесь? Пишите здесь в комментариях. Мы с вами поговорим на эту тему. Углеводы обязательно должны быть в рационе. Всегда можно включить ваши любимые углеводы в ваш рацион, в том количестве, в котором они пишутся в вашу калорийность. И это количество будет для вас комфортнее. Даже шоколадку, даже зефирюшку, даже плюшку и батончик. Пока-пока! С вами была Мария Сафина. Увидимся в других видео.